Ольга Ванеева Более 12 часов пожарные работали на месте возгорания, которое произошло сегодня ночью на Уриска-18 в здании Ремботехники. От огня также пострадали соседние здания, пекарни и торговые павильоны. Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Дороги буквально не чистятся. Машины заносят, кидают из стороны в сторону. Проедите по Эдаймана. Как по железной дороге. Колея налить. Неочищенные дороги во всем городе восмущают канцев. На сегодняшний день горожане считают эту недоработку властей проблемой номер один. Обещаю быть достойным гражданином Российской Федерации. Обещаю! Урсанты правового класса приняли присягу, познакомились с руководством межмуниципального отдела МВД России и Каннский и смогли задать офицерам любые вопросы о работе полицейских. Начнем выпуск с информации о происшествии. Сегодня ночью произошел крупный пожар на Уридского 17 в здании Римбы техники. От огня также пострадали соседние пекарни и торговые павильоны. Ущерб сейчас устанавливается пожарными. Однако уже можно сказать, что он будет исчисляться сотнями тысяч рублей. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера 01 поступило в 2 часа ночи. На место выехали пожарные подразделения, которые установили, что идет возгорание в помещении Римбы техника. В ходе тушения понадобились дополнительные силы. Резервные караулы работали до утра. В ходе тушения пожара было установлено, что также пострадало помещение пекарни и соседняя база Уридского. Там павильоны продуктовые. В целом площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Причинен крупный материальный ущерб собственникам данных под помещением. По предварительной версии рассматриваются две версии. Это короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте происшествия работает группа дознавателей. Проводится доследственная проверка с целью установления точной причины пожара и суммы материального ущерба. При этом спасатели отмечают, что мораторий, введенный государством на три года, снимает с пожарных функцию проверки субъектов малого и среднего бизнеса. А предприниматели часто пренебрегают обеспечением мер пожарной безопасности своих помещений и имущества. В результате такой халатности материальный ущерб оказывается в сотни и тысячи раз больше, чем вложение в собственную безопасность. Жители Каннска не удовлетворены деятельностью муниципалитета в части обеспечения качества автомобильных дорог. Это показал опрос, проведенный нами на улицах города. Выразить свое мнение о работе властей пользователи интернета также смогут, приняв участие в IT-опросе, который пройдет с 15 ноября по 31 декабря. Жителям Каннска предлагается оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению. Для этого в период с 15 ноября по 31 декабря необходимо принять участие в интернет-опросе. Он проводится ежегодно с целью выявления проблем в основных сферах жизнедеятельности и повышения результативности работы руководителей. Пока горожане высказывают свое мнение так. Во-первых, у нас не подсыпаются остановки, дороги не чистятся абсолютно. Негативное отношение к работе. Какие остановки были, допустим, мы с ним говорим про транспорт городской, отремонтированы. Но в целом дороги. Дороги буквально не чистятся, машины заносят, кидают из стороны в сторону. Проедите по Эдаймана, как по железной дороге. Колея налить и никаких не вижу, чтобы муниципальная администрация что-то занималась с дорогами. Я отметил то, что новостройки, новые дома построились, переселяют людей. Это очень хорошо. Люди перешли с бараков. Кругом грязь, кругом гололед, кругом снег, где он убирается. Летом на даче езжу пятерка, это безобразие. Так, результаты опроса за прошлый год показали, что порядка 70% населения города удовлетворены деятельностью главы по вопросам обеспечения транспортного обслуживания, что практически на 25% меньше, чем в Каннском районе. Качество автомобильных дорог недовольно почти половина опрошенных в Канске и всего 13% в районе. По вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг ситуация в районе, опять же, лучше, чем в Канске. 93% сельчан устраивает работа властей. Между тем, как в городе, только 77%. Принять участие в опросе может каждый житель города старше 18 лет. Ссылка на интернет-ресурс, оценка деятельности руководителей будет размещена на официальном сайте администрации Каннска, а также на едином краевом портале. Татьяна Лисогор, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. К другим темам. Житель Каннска отсудил у судебных приставов более 100 тысяч рублей за сорванное туристическое путешествие. Мужчина, собиравшийся провести отдых с семьей в Египте, не смог покинуть страну, так как в отношении него было вынесено постановление судебного пристава о временном ограничении права на выезд из России. Защищать свои права пришлось в суде. Летом 2015-го житель Каннска был оштрафован за вождение автомобиля, будучи лишенным такого права. Ему был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, который был оплачен вовремя. В день оплаты 1 июля гражданин предоставил копию квитанции приставу. Однако 11 августа судебный пристав-исполнитель, считая мужчину должником, вынес постановление о временном ограничении его на выезд за границу, при этом ничего ему не сообщив. В августе мужчина приобрел семейную туристическую путевку в Египет. 10 сентября семья прибыла в аэропорт Емельянова. Но при прохождении пограничного контроля туристу не разрешили вылететь за границу. За возмещение морального и материального ущерба мужчина обратился с иском в суд. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь, скорее всего, сам судебный пристав будет выплачивать ущерб. Реализуя свое право на судебную защиту, управление оспорит данное апелляционное определение Красноярского краевого суда, установленное законом порядки и сроки. От имени ФССП России к виновному должностному лицу в порядке регресса будут предъявлены соответствующие исковые требования, направленные на возмещение вреда, причиненного казни Российской Федерации. Для каннских школьников наступила напряженная пора муниципальных олимпиад. В то время как старшеклассники соревнуются в своих знаниях по тем или иным предметам, младшие и средние школьники по всей стране пишут всероссийские проверочные работы. Тему продолжит моя коллега Татьяна Лисогор. Олимпиады по 20 предметам с сегодняшнего дня и по 2 декабря пройдут в разных образовательных учреждениях Канска. Первый соревновательный день начался с олимпиад по английскому языку и ОБЖ, которые прошли в первой гимназии и лицее номер один соответственно. Сегодня стартовал муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников, наверное, самые главные олимпиады в России, которые дают детям дорогу в будущее, можно сказать, потому что победители или призеры заключительного этапа Олимпиады могут стать вне конкурса студентами различных вузов страны. На муниципальный этап вышли дети, которые хорошо показали себя на школьной Олимпиаде и попали в рейтинг по проценту выполненных заданий. Ребята углубленно увлекаются тем или иным предметом не только из интереса, они нуждаются в знаниях, выходящих за рамки школьной программы. Результаты Олимпиады становятся известны в этот же день, а после 2 декабря будет определён состав городской команды для участия в региональном этапе. Кроме того, победители и призеры Олимпиад попадут в базу одарённых детей Красноярья «Талант», с помощью которой отбирают детей для участия в интенсивных школах и поездок в такие лагеря, как Артек, Орлёнок и Океан. Тем временем ученики гимназии номер 1 и номер 4, 3, 5 и 15 школ наряду со школьниками по всей стране пишут всероссийскую проверочную работу. Для второклассников – контрольное списывание, для пятиклассников – диктант. Отметка в журнал ставиться не будет. Для чего проводится? Для того, чтобы и учителя, и родители, и дети поняли, на каком уровне качества на сегодняшний день состоит их образовательный ценз. Отбор школ для проведения проверочных работ проводился Центром оценки качества образования Красноярска. Цели глобальны на уровне государства. Это поддержка реализации ФГОС и обеспечение единства образовательного пространства в стране. Татьяна Лисогор, Александр Минеев, телекомпания «Канск», Пятый канал. После короткой рекламы вас ждет сюжет о том, как курсанты правового класса принимали присягу. Как каннские веселые и находчивые отпраздновали 55-летие КВНа. Персональная выставка Сергея Струкова, приуроченная к 30-летию его трудовой деятельности. Что за картины представил автор. А также вас ждут новости спорта и рубрика «Полезно знать». Оставайтесь на Пятом канале. Болезная газета «Пятый канал». Новости, аналитика, интервью. Программа передач самых популярных телеканалов. Розыгрыш билетов в кино и театр. Покупайте «Полезную газету» в киосках Роспечати, магазинах города и редакции «Пятого канала». «Полезная газета» – издание, которое мы делаем для вас и вместе с вами. Берите сейчас, платите потом. В «Каре» вы можете оформить рассрочку на любую покупку. Услуга предоставляется ООО «МКК Русфинсервис». Полные условия уточняйте у сотрудников магазина. «Канск» 40 лет октября 62, строение 4 ТЦ «Порта Артур-2». Меховая выставка «Зимняя сказка». Город Киров. Огромный выбор шуб, норки, енота, рекса, сурка и нутрии. «Канск» 9-10 ноября с 10 до 19 часов в городском Доме культуры. Кредит на возможность даже не выходить из номера. От 15% годовых отвези жену в отпуск и ты убедишься, что отдых полезен. Оформи заявку по бесплатному телефону 8 800 775 80 80. АТБ. Все удобное, просто. Азиатско-Тихоокеанский банк ПАО. Система здравоохранения Красноярского края развивается по мировым стандартам. За 5 лет построены кардиоцентр, региональный сосудистый центр, новый онкологический диспансер, перинатальный центр в Красноярске. Возводятся перинатальные центры в Ачинске и Норильске. Запущены объекты ядерной медицины Сибирского клинического центра ФМБА. В Канске, Ачинске, Минусинске и Лесосибирске открыты сосудистые отделения. Построены новые фельдшерско-акушерские пункты. Открыты дистанционные травмоцентры. Развитие края на благо людей. Привет! Нет! Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Курсанты правового класса приняли присягу, познакомились с руководством межмуниципального отдела МВД России Каннский и смогли задать офицерам любые вопросы о работе полицейских. Символично, что произошло это накануне дня сотрудника органов внутренних дел. Ведь многие сегодняшние школьники, возможно, будущие стражи порядка. Большинство ребят выбрали для себя правовой класс не случайно. Перед старшеклассниками уже сегодня стоит вопрос выбора профессии. И многие из тех, кто присутствует в актовом зале Каннской полиции, намерены связать свое будущее с работой в органах внутренних дел. Задача полицейских – помочь ребятам определиться с выбором. Для детей проходит теоретический курс, а также практический курс. В рамках теории сотрудники полиции, руководители межмуниципального отдела сами выступают в роли педагогов и проводят занятия для детей. Знакомят со структурными подразделениями, какие задачи они выполняют в рамках служебной деятельности. В рамках практических занятий у нас курсанты приходят непосредственно в отдел полиции, где показывают и тренируют себя, подтягивают свою физическую подготовку, а также мы даем их навыки огневой подготовки. Поможет определиться с профессиональным выбором и знакомство с руководством межмуниципального отдела МВД России Каннский. За час ребята успели расспросить офицеров о многом. Интересовало школьников и то, как сами полицейские выбрали этот жизненный путь, и то, как относятся к их работе в семье. Спрашивали о первых раскрытых преступлениях и о качествах, необходимых стражу порядка. Звучали и самые неожиданные вопросы. Обращалась ли Каннская полиция, когда расследовала преступление к помощи пресенцов? Вы сами видите вот это? Подусторонние силы, о том, что можно найти человека по его духу, запаху и так далее. Каннская полиция не обращалась никогда к соцсенсам. Я надеюсь, что опыта студников полиции хватит нашими методами работы найти всех преступников, которые совершают преступления. Первый правовой класс, где дополнительные знания могут получать все школьники Каннска, был создан в 2012 году, и с тех пор профориентационный проект набирает популярность. В этом году желающих стать курсантами было так много, что пришлось организовать работу не одного, а сразу двух классов. Опытные сотрудники полиции такое рвение молодежи только приветствуют. В первую очередь, это будущее наше поколение, это подготовка этого поколения к службе в органах внутренних дел. 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел. К этому празднику, конечно, был приводчен вот этот правовой класс, который сегодня мы открыли. Надеюсь, что будущие сотрудники, которые здесь находились, они получили массу знаний. В завершении встречи курсанты дали традиционную клятву – слово чести, пообещав чтить законы родной страны и быть достойными ее гражданами. Обещаю быть достойным гражданином Российской Федерации. Обещаю! Ольга Величко, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. Клубу веселых и находчивых 55 лет. 8 ноября 1961 года впервые на экранах всех советских телевизоров появились всем знакомые буквы – КВН. Каждая лига, каждая команда, каждый КВНчик накануне отметили этот праздник. Как отпраздновали круглую дату «Каннские веселые и находчивые», расскажет Евгений Гомзюков. Клуб веселых и находчивых – одна из самых любимейших передач в нашей стране. С самых первых выпусков этот телепроект пользуется огромной популярностью. С появлением игры в стране активно начало развиваться КВНовское движение. В подражание передачи игры КВН устраивались в школах и пионерских лагерях. Отборочные турниры проходили в вузах по всей стране. На телевидение попадали лучшие команды. И в нашем городе также существует своя лига КВН, объединяющая несколько команд. 8 ноября у нас 55 лет со дня рождения КВН. Эту дату мы решили отметить в этом году общим сбором. Собрали команду, это дополнительный сбор. Когда они приезжают не только для того, чтобы показать, что они умеют, а просто развлечься, посидеть, отдохнуть. Собравшиеся КВНчики решили отметить юбилей просмотром любимых номеров высшей лиги. Играми в «Пекарь», «Твистер» и «Активити», а также «Чаепити». Вообще за всю свою более полувековую историю КВН подарил нам множество творческих коллективов и талантливых артистов, которые продолжают радовать зрителей уже за рамками любимой игры. Моя любимая команда – это «Пятый угол», потому что это моя команда. А любимый игрок в КВН – это Михаил Глустян. У него очень хорошая актерская игра, очень харизматичный человек. Все номера очень хорошие, все номера нравятся. В КВН случайных людей не бывает. В первую очередь человек должен обладать рядом талантов, иметь хорошее чувство юмора, уметь импровизировать, быть эрудированным и остроумным. Даже для того, чтобы попасть в школьную команду, ребята проходят отбор как при поступлении в театральное училище. Получается, была такая вот, зазвала Марина Юрьевна нас, что набор в команду новую спам. И я такой подумал в голове, представил, о, а почему бы и нет? Почему я не смогу сыграть? Почему я не сумею этого? И я сказал, я хочу это, и я сделаю это. И я решил, что я буду играть в КВН. Ну а поздравить непосредственно Александра Васильевича Маслякова и всю высшую лигу было решено специальным видеороликом, который создавался по сценарию канцких КВНщиков. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. 30 лет с одной записью в трудовой книжке. Такое событие решили отметить коллеги Сергея Струкова, преподавателя художественной школы. Педагога поздравили ученики, друзья и коллектив учреждения. Сам художник подготовил персональную выставку работ, которые мало кто видел. Сергей Владимирович окончил Каннскую художественную школу после художественного училища имени Сурикова. А служил в армии и вернулся в стены родного заведения, но уже в качестве педагога. Я пришел в 86-м году, и самое... Мне сразу дали 4-й класс, и буквально в 87-м году я пропустил первых своих выпускников. А интерес был в том, что... Выпускники? Да, да, так получилось. Было интересно в том, что выпускники были младшими, я буквально там на 3-4 года. В теплой, можно даже сказать, семейной атмосфере выпускники и ученики поздравили своего преподавателя. А для некоторых из них стало открытием то, насколько талантлив Сергей Владимирович и насколько профессиональны его работы. Они восхитительные вообще, даже я о них и раньше не знала, я не думала, что он очень так прекрасно рисует. Мне нравится картина Сергея Владимировича тем, что в нем такие яркие цвета, тона. Автор не делает разграничений между жизнью и художественным творчеством. Ведь даже супругу он выбрал под стать себе, ту, которая разделяет его интересы. Может, я не открою секрет, он по гороскопу рыба. Поэтому невероятное количество друзей и знакомых, и я не удивлюсь, что он жену нашел именно здесь. И они по жизни идут рука об руку и в училище художественном, и у них крепкая и хорошая семья. Поэтому, я думаю, у них очень много общих интересов, общих друзей. И они продолжают общее дело, начатое когда-то в детской художественной школе. Жизнь – ее события, пограничное состояние между днем и ночью. В этом черпает вдохновение автор. Он пытается быть не просто фотографом, а старается найти и передать глубокий смысл в увиденном. В работах он выражает боль, радость, чтобы картина трогала чувства зрителя. Этому он старается научить и детей. Сегодня есть такой итог определенный, какая-то круглая дата, 30-летие. И, наверное, я подвел для себя даже его. Две моих выпускницы поступили в Академию художественной Москвы, в Глазуновскую. Ну, наверное, это то событие, к чему смеется каждый педагог. И каждая школа художественная в крае может похвастаться тем, что у нее есть такие выпускники. Работы художника быстро раскупаются в частной коллекции. И автор не скрывает, что пишет на заказ. Считает, что нет смысла творить, чтобы картины потом просто пылились. А для людей работать – особое удовольствие. Помимо этого, ледяные фигуры, которые мы видим в новогодние каникулы – это тоже творение Сергея Владимировича. А недавно подарок от него получили спасатели Каннска. Памятник пожарному теперь украшает 27-ю пожарную часть. Новости спорта. В Ачинске прошло открытое первенство краевой детско-юношеской спортивной школы по рукопашному бою. Соревнования проходили в трех возрастных группах – 13-14 лет, 14-15 и 16-17 лет. Всего в них приняли участие около 100 спортсменов, представителей 11 команд – из Красноярска, Девногорска, Ачинска, Канска, Шарыпово, поселка Кедрового. По окончании поединков в общекомандном зачете победителем стали каннские рукопашники – подопечные тренера Эдуарда Гаджаняна. Среди юношей 13-14 лет победителями стали Сергей Михайлов, Максим Долгополов, Валерий Новоселов, Данил Куфоров, Матвей Метляев. В возрастной группе 14-15 лет – Дмитрий Чернюк, Владимир Овечкин. Среди юношей 16-17 лет – золото у Данила Федорова и Артура Ноак. В номинациях за лучшую технику награждены Артур Ноак, Максим Долгополов, за быстрый финальный бой – Данил Федоров с результатом 25 секунд. Далее подробный прогноз погоды на четверг и рубрика «Полезно знать». А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте, заходите на наши страницы в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Меховая выставка «Зимняя сказка» развернула свою работу в городском Доме культуры. Более 900 моделей из различного вида меха разных размеров и длины представлены в выставочном зале. Только 10 ноября вы можете выбрать шубку своей мечты. На выставке меховых изделий «Зимняя сказка. Город Кира». Специалисты компании движутся в ногу со временем, поэтому квалифицированно ответят на ваши вопросы и подберут модель, которая идеально вам подойдет. На нашей выставке представлено около 500 моделей из таких видов меха, как норка, мутон, енот, нутрия, также из бленочки, шубки из рекса. Для нашего города организаторы выставки подготовили специальное предложение. Так, например, эта норковая шуба всего за 25 тысяч рублей. Изделия изнутри всего по 15 тысяч рублей. Мутон здесь можно найти по такой же цене, а демисезонное пальто и вовсе от трех тысяч. Все пуховики на выставке по цене 2900 рублей, а при покупке двух они обойдутся вам всего 4000 рублей. Сейчас только вот зашла, но выбор-то большой, конечно. А вот эта модель тебе понравится? Не хочется однократно что-нибудь такое. Индивидуально. Да, определилась. Вот эта шубка самая практичная. И мех у нее очень мягкий. Пускала специально для машины, и она по длине подходит. И так удобно. Помимо шубок и дубленок, также представлены жилетки из песца, чернобурки и нотки, головные уборы и сувенирная продукция. Любое изделие можно приобрести за наличный или безналичный расчет, в рассрочку или кредит. Ольга Ванеева, Сергей Молчанов. Специально для рубрики «Полезно знать». Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. С вами Татьяна Лисогор. На 10-й день ноября приходится множество праздников, в их числе Всемирный день науки, Международный день бухгалтера, Всемирный день качества, Всемирный день молодежи, а также День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. К слову, последний до 2011 года назывался День милиции. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее милицией. 10 ноября пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, температура ночью минус 13, минус 17, днем минус 8, минус 12. Помните, причины хандры совсем не в погоде, поэтому я желаю всем побольше положительных эмоций. И тогда кабрисы природы будут вам нипочем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова